Презентация книги Панкса Кили «Загляни в душу мне» состоялась 18 января в Амурском городском краеведческом музее. Это сборник, в котором представлены лучшие из произведений Панкса Константиновича Кили. Это воспоминания о детстве, размышления о прожитом, поэтическое и художественное творчество, переписка его семьи с переводчиками стихов и исследователями его произведений. Книга издана в открытом акционерном обществе «Хабаровская краевая типография», тиражон 500 экземпляров. По заказу общественной организации малочисленных народов севера Амурского района, при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью «Роснефть» – Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Сегодня у нас значимое событие в культурной жизни Амурского района, да и Хабаровского края. И знаменитый то, что оно проходит в год объявленным президентом России, годом культуры России. У нас в последние годы очень многое задается книг, альбомов, буклетов. Особенно к юбилейным мероприятиям. Но самыми первыми были изданиями творческими – это «О творчестве Панса Киле» и Константин Романовича Выборови. Особенно первое издание – это «Творческое наследие» и сборник стихов «Песни сердца», которые были изданы в начале 90-х годов. Я Константин Романовича знаю очень давно, с 1986 года. Его творчество знаю с 1986 года. Он был героем фильма, документального фильма. Это первый фильм о народах при Амуре Хабаровского края. Он назывался «Везде птенца береги». Издавал этот фильм «Новосибирская киностудия» об 1989 году. Это был фильм о селе Ачан, об ансамбле «Сиун», духовным издателем, который является птенца Константиновича Киле. О его поэзии, о его музыке, о его музыкальных инструментах, которые вы сегодня видели, которые он сам создавал. В 90-м году мы проводили в селе Оме первый районный фестиваль Творческого КМНС Амурского района. И вот тогда возглавлял жюри «Пацан Константинович Киле». Это был первый председатель жюри первого районного фестиваля КМНС Амурского района. Так он на сцене в Оме, на открытой площадке, гонял конкурсантов, это нанайский костюм, нанайская красавица, за незнание родного языка. Они выходили на сцену, он говорил, говори по-нанайски, не знаю, уходи со сцены. Вот такой он был требовательный, жесткий к своему народу, к своему языку, к своей культуре. Основная часть того, что содержится в этой книге, публиковалась ранее в скромных сборниках небольшим тиражом. Всем своим творчеством он к Сакиле призвал земляков к сохранению культурного наследия своего народа. Показывал древние истоки и духовное богатство, призывал к бережному отношению, которое непрерывно связано с прошлым, настоящим и будущим благополучием человека, его душевным здоровьем. Каждым своим произведением он как бы говорил нам, подумай над моими словами, слушайся в боль моей души, стань великим и справедливым к природе, к миру, к человеку. И не случайно названием книги стали его слова «Загляни в душу мне». Произведения Панкса Константиновича нуждаются в многократном переиздании, поскольку они являются энциклопедией нанайской культуры, нанайского фольклора, его духовным завещанием на все времена. Обращусь к словам перевозчика его стихов Алины Чадаевой. Она больше всего работала с его творчеством. Она говорит так. Энциклопедия Панкса Киле – огромное культурное событие. Его нужно пропагандировать и освещать широко, чтобы идеи автора взволновали людей, зажгли сподвижников дела Киле и сделали их активными продолжателями, если еще не поздно. Я считаю его самым глубоким носителем древней нанайской культуры, уникально самобытным национальным поэтом мирового значения, истинным сыном своей родной земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова